Со стороны поверхности этого озера выглядит зловеще. Голые стволы деревьев торчат из бирюзовой воды. Озеро окружено горами, что делает место тихим, но тревожным. Однако те, кто отважится погрузиться в эти воды, откроют для себя совершенно новый мир. Это не начало сказки, а реальная история озера Каинды, расположенного в Казахстане. В 1911 году в этом месте в результате землетрясения произошел крупный оползень. Образовавшаяся долина со временем заполнилась дождевой водой, практически затопив лес. Деревья, торчащие над водой, выглядят печально, но под поверхностью они напоминают подводный лес. Поскольку большую часть времени вода кристально чистая, вы можете наблюдать этот завораживающий вид даже с берега. Ледяная вода делает озеро коварным и даже опасным. Не забывайте о водорослях, затопленных деревьях и других растениях, которые могут превратиться в ловушки. Мало кто не любит горячую ванну, но кипящее озеро, о котором я вам сейчас расскажу, это уже перебор. Оно находится на Карибском острове Доминика, и его воды имеют температуру от 80 до 90 с лишним градусов Цельсия. И это только по краям, поскольку никто еще не осмелился добраться до середины озера, чтобы измерить его температуру. Правда, время от времени жара спадает, но никогда не знаешь, когда эти воды могут снова закипеть. Это место также опасно, так как там выделяется углекислый газ. Запах, поверьте, не из приятных, в основном из-за серы, которую удерживает влажный воздух. Это спокойное на первый взгляд озеро таит в себе опасный сюрприз. Озеро Манун находится на севере Камеруна. Это одно из немногих извергающихся озер на всей планете. Оно похоже на вулкан. И чаще всего оно начинает извергаться без предупреждения. В последний раз это было в 1894 году и привело к серьезному ущербу. Процесс напоминает встряхивание банки газировки, которую вы собираетесь открыть. На дне копятся опасные газы, и любое возмущение на поверхности может запустить их извержение. Озеро Натрон в Танзании стоит увидеть из-за его невероятной окраски. Но это определенно не то место, в котором вы захотите искупаться. Вода в озере очень соленая, при этом она полна водорослей, которые и отвечают за красноватый цвет. И это еще не самое рискованное. В озере Натрон уровень PH настолько высок, что приводит к коррозии. Если смочить в воде кусок окрашенного материала, он вскоре потеряет свой цвет. Такой высокий уровень кислотности способен серьезно повредить кожу человека. Но для некоторых существ это не проблема. На озере Натрон обитает более 2,5 миллионов фламинго. Кислые и солноватые воды способствуют их выживанию. Поэтому неудивительно, что птицы предпочитают оставаться здесь. Опасность озера Никарагуа связана не с химическим составом воды, а с тем, кто в ней обитает. Это самое большое пресноводное озеро в Центральной Америке расположено на границе Коста-Рики и Никарагуа. На первый взгляд оно выглядит мирно. Но из-за обитающих в нем бычьих акул я бы не рекомендовал купаться. Акулы – непредсказуемые и порой пугающие существа. Кроме того, они очень прожорливы. Поначалу ученые считали, что этот вид акул водится только здесь. Но вскоре они выяснили, что люди видели таких же акул в Карибском море. Эти удивительные существа не только преодолевают расстояние в 200 километров, но и могут адаптироваться к пресной воде, что по силу далеко не всем морским рыбам. Большая голубая дыра Белиза выглядит как магнит для дайверов из-за своего роскошного темно-синего цвета и удобного расположения всего в 100 километрах от материка. Проблема в том, что под поверхностью этих спокойных вод скрывается запутанная сеть тоннелей, в которых обитает множество видов кораллов и других представителей дикой природы. Эти пещеры делают погружение в большую голубую дыру сложным и рискованным. Кроме того, специалисты обнаружили, что по мере приближения ко дну дыра резко становится необитаемой. Почему? Из-за скрытого слоя сероводорода, который простирается по всей ширине воронки. Там нет кислорода, и ни одно существо не способно выжить. Озеро Ланьер – самое большое озеро в американском штате Джорджия. Ежегодно сюда приезжает множество людей – около 11 миллионов, то есть примерно столько же, сколько посещает Лувр в Париже. На этом озере происходит много несчастных случаев, и никто точно не знает, почему. Одно из объяснений может лежать под его поверхностью. Там множество обломков и мусора, включая лодки, садовые стулья и рыболовную леску. Все это создает подводную полосу препятствий, а плохая видимость на поверхности озера делает его сложным для навигации. Еще одно озеро, которое выглядит так, будто кто-то перестарался с фотошопом – большой призматический источник в Йеллоустонском национальном парке, который простирается на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. Купаться здесь полностью запрещено. В центре температура достигает 87 градусов Цельсия, что близко к температуре кипения, а во внешнем кольце – 55 градусов. Отсюда и цвета, поскольку в центре вода слишком горячая, чтобы в ней могла зародиться жизнь. Ничто не ухудшает обзор. Отсутствие живых организмов создает яркий синий цвет, который выглядит почти нарисованным. На Кипре летом почти не бывает дождей, поэтому некоторые водоемы здесь настолько пересыхают, что в определенных местах выступает слой запекшейся соли. Так обстоит дело с соленым озером Ларнаки. Не обманывайтесь сказочным пейзажем. Эти земли могут стать ловушкой, потому что трудно понять, где здесь твердая поверхность, а где тонкий слой соли поверх воды или грязи. Более того, под коркой находятся соляные кристаллы, которые могут вызвать проблемы с кожей. Самоиссанская дыра – одно из самых опасных мест для купания во всем Таиланде. Это связано с тем, что она очень глубокая, около 85 метров, и темная. Погрузившись туда, дайверы могут оказаться в местах с нулевой видимостью. Неудивительно, что многие люди путаются и не могут найти дорогу наверх. Самое большое озеро в Африке и третье по величине во всем мире называется озеро Виктория. Нельзя сказать, что все оно небезопасно для людей. Но в некоторых его участках точно не стоит купаться. Почему? Отчасти потому, что оно имеет собственную изолированную погодную систему. А это делает погоду очень нестабильной. Она может превратиться из солнечной в штормовую в считанные секунды. Купаться в шторм? Плохая идея, правда? Озеро Пустое расположено в Сибири, и его воды весьма холодны. Если вы посмотрите на озеро, то сначала не заметите ничего необычного. Неужели здесь все в порядке? Вряд ли. И люди стараются избегать купания в озере любой ценой, даже если холод их не пугает. Что же делает озеро Пустое, загадочным и опасным? В нем никто не хочет жить, и ученым еще предстоит выяснить, почему. Они пытались заполнить озеро многими видами рыб-растений, чтобы узнать, смогут ли они выжить в этих водах. Но результаты оказались неутешительными. Поскольку мы не знаем, что именно делает озеро непригодным для жизни, лучше в него не нырять. Не очень-то и хотелось. Субтитры создавал DimaTorzok